Репортёр 73 Сегодня в программе Софинансирование 50 на 50 Как и качество И позавчера Утром встали, кормил внука Внук кричит бабулю, вода льётся Там прихожая Вода прям течёт За чей счёт устранят Прореки в ремонте Регион роста Если взять прошлый год Они имели глубину падения И прибавлять к дну Это как бы одно А прибавлять каждый год К высокому показателю Это совершенно другое Всё познаётся в сравнении Ульяновская область на фоне соседей Раз, два, три Ёлочка, гори Ой, ну всё, нам понравилось Обратно в детство Праздник, возвращающий в детство Погода в Ульяновске Радует перед новогодними праздниками На протяжении всей недели Ожидается потепление Однако в доме на улице Уютной Жильцы пятых этажей Декабрьской оттепелью Недовольны Крыша дома протекает Уже не первый год Страдают квартиры И даже жилищная программа По капремонту На которую подписывались жильцы Не помогла О том, как прожить зиму Когда практически крыши нет над головой И причинах бедственного положения Расскажет Анжела Забашта Улица Уютная Седьмой дом По словам жильцов На протяжении семи лет Крыша дома протекает Осенью этого года Жильцы решаются Воспользоваться программой 50 на 50 То есть половину денег За ремонт крыши Они отдают сами И 50% отдаёт город После вступления программы Софинансирования в силу Подрядчики приступили к работе И вот пришла зима И теперь температура Не позволяет им Закончить капитальный ремонт Жители пятых этажей Боятся, что вода с крыши Снова польётся в квартиры Да и почему сегодня Нужно жить обескрышенно Если деньги отданы По факту вчера Неделю-две тому назад Начали крышу крыть Ну не крышу крыть А долбить Очищать старые Там что Снег сбрасывать Старые покрытия И позавчера Утром встали Кормила внука Внук кричит Бабуля вода льётся Там прихожей Вода прям течёт С крыши она попадает На технический шестой этаж Оттуда в квартиры Чтобы воду Хоть как-то остановить Софья Александровна Действует самостоятельно На техническом Расставляет тазы Кастрюли Банки И хотя работу Подрядчики не прекращают Даже сейчас Где же капитальный ремонт? Сейчас мы делаем Именно яндовую Основную Кровлю Не вскрывают ничего Пока яндовая Потом, наверное Продолжение будет весной Мы пока яндовую только делаем Ковёр сам не трогаем Чтоб весной совсем не затопило Ну здесь крыша как текла Она так и будет течь Потому что там все эти швы текут Межпанельные А яндовую сейчас сделаем По погоде И всё И до весны Подрядчики действуют Согласно нормам При какой температуре Можно крыть А при какой нет Но даже если дождаться Весны и нормального капремонта Кто возместит И возместит ли Квартирный ущерб От протечек Софья Александровна Чья квартира страдает От отсутствия нормальной крыши Боится, что никаких денег не будет Репортер 73 Обратился за комментарием Для разъяснения ситуации По дому номер 7 На одном из совещаний Мы здесь собирались Нам зафиксировали Что была Одна незначительная протечка В квартире И вторая протечка Была прихожая из зала Если не ошибусь После этого совещания Подрядная организация Тут же собралась Поехала к собственникам То есть они с ними встретились Непосредственно Оставили дефектовку На протечке Составить смертный расчет Таким образом Подрядчики Скорее всего Сделают ремонт Пострадавшей квартире За свой счет Программа софинансирования Работает Только обратились Жители Пока к ремонту Поздно Под наступление зимы Сейчас в силах Работников Что они и делают Подготовить дом Для весенних работ То есть Отчистить от снега На крыше Сделать мелкий ремонт Чтобы протечек Было все же меньше И вполне возможно Что весной 2017 года В этом доме На улице Уютной Действительно станет Уютно жить Анжела Забашта Олег Тоньшин Репортер 73 2016 Продуктивный Результативный Перспективный Таким он выдался Для экономики Нашего региона Пусть без резких скачков Без запредельных показателей Но стабильно И на вырост Отельского хозяйства И производства Электрооборудования До оборонного комплекса И авиастроения Едва ли не во всех сферах Ульяновская область Перевалила за отметку В 100% По производственным объемам Обо всем по порядку В нашем следующем материале Стабильности не будет В недалеком 2015 Кричали скептики На что региональное руководство Отреагировало Не ответным Оправдательным словом А реальным делом 16-й год Для губернии Завершается С общим индексом Промышленного производства Превышающим 100% Значительный рост показателей В пищевом сегменте Почти 135% Производство резиновых И пластмассовых изделий Без малого 140 А еще Добыча полезных ископаемых Сфера электрооборудования Автомобильное строение Реализация продукции Ульяновского патронного завода НПО «Марс» И это далеко не весь Список лидеров Роста эконом-развития Может сколько угодно Вот сейчас Скептицизм у людей есть Да ладно Чего он там Опять в камеры Врет и так далее Ну возьмите данные И посмотрите Сколько субъектов За последние 10 лет Каждый год прибавляют В индексе промо-производства Я никого не хочу обидеть Соседей У которых там просто Промо-производство 10% в прошлом году 5-7% и так далее Но если взять Прошлый год Они имели глубину падения И прибавлять к дну Это как бы одно А прибавлять каждый год К высокому показателю Это совершенно другое Привлечение инвестиций В регион Еще одно направление В котором Ульяновская область Добилась значительного роста показателей Только за 10 месяцев 2016 В губернию пришли 22 инвестора С общим капиталом В 130 миллиардов рублей Идет хорошая динамика Экономика региона развивается Обрабатывающие производства работают И тенденция, которая сейчас пошла Дает уверенность в том Что мы хорошо закончим год 2016 Один из лидеров экономического развития области Авиационный завод Меньше месяца назад Авиастар провел испытание Летного образца Новейшего тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А По контракту с Министерством обороны России Ульяновское предприятие До 2020 года Должно поставить ведомству 39 таких воздушных судов Кроме того, на авиазаводе Полным ходом идет строительство Первого опытного образца Уникального для страны Самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А Участие в кооперации С предприятиями других Субъектов федерации Привлекло на площадку Авиастара Строительство самолетов Ил-112В и Ил-114 Монтаж интерьера И отработка систем судов Семейства Сухой Суперджет-100 Также ведется на Ульяновском заводе Прогноз показывает, что с небольшим ростом Заканчиваем год В объемах производства По сравнению с 2015 году В объемах 5 миллионов 380 человек Часов Что касается Сдачи воздушных судов Работы проводились На Ан-124 Это продление летной годности Самолетов Руслан Для Министерства обороны Российской Федерации Изготавливали по кооперации Компоненты и агрегаты На Иркутский авиационный завод И МС-21 Новый ближний среднемагистральный самолет МС-21 получает более 50% Компонентов именно с площадки Ульяновского авиационного завода Двери оперения Оттек ВСО Производство важнейших составляющих Воздушного судна Доверено Авиастару В Иркутск наши самолеты Строители уже поставили Три комплекта для МС-21 Работа над еще двумя Кипит почти круглые сутки На следующий год у нас в планах Четыре самолета комплекта Это еще два опытных Пятый, шестой И первые два серийных самолета Начало поставки агрегатов Новые производственные торговые площадки Помимо многомиллиардных инвестиций Это тысячи рабочих мест В 2016 году Ульяновская область сохранила уровень Официальной зарегистрированной безработицы Одним из самых низких в округе Всего полпроцента Вопреки западным санкциям, заявлениям И недоверию некоторых скептиков 73-й регион добился поставленных задач По росту соцэкономразвития Год грядущий приятных подарков судьбы Не обещает И продолжить положительную тенденцию Получится только по одному сценарию Работать Артем Петров, Александр Кудряшов Репортер 73 Правительство Ульяновской области Окажет семье Александра Серова По материальную поддержку Напомним, 25 декабря На Черном море потерпел крушение Самолет Ту-154 Минобороны Российской Федерации В результате погибли 92 человека Члены экипажа, журналисты Федеральных СМИ И артиста ансамбля песни и пляски Имени Александрова Среди погибших оказался И уроженец Ульяновской области Александр Серов В Ульяновской области была создана Рабочая группа, которая занимается Решением вопросов, связанных с Организацией похорон и оказанием Финансовой поддержки Как сообщает пресс-служба Облправительства Семье Серова будет оказана помощь В размере 200 тысяч рублей А теперь коротко о других событиях Из жизни нашего региона В Индии перебои с голубым топливом Районная прокуратура сообщает Что в декабре в райцентр И близлежащие населенные пункты Поставлено чуть более полутора тысяч Баллонов с сожженным газом Тогда как реальная потребность Повышает 5,5 тысяч единиц Причина происходящего выясняется следователями Проверки подверглись деятельность Районной администрации И ресурсоснабжающей организации 493 рекрута и 72 уклониста В обл. военкомате Подвели итоги осеннего призыва Те, кто от армии бегать не стал Отправились сухопутные, военно-воздушные, Военно-космические, десантные, ракетные войска Военно-морской флот, а также президентский полк 418 человек из более чем 2,5 тысяч Медкомиссии признали негодными К прохождению службы по состоянию здоровья Почти полутора тысячам призывников Предоставлена отсрочка на законных основаниях За свежий на Октябрьской Прорвало 500-мм водопровод Очередная прореха в коммунальной системе города Вода на проезжей части удостоилась Уже не критики, а грустных шуток от горожан Каток заливает, комментирует события в соцсетях По официальной информации городской администрации На месте порыва работала аварийно-ремонтная бригада МУП Ульяновского доканал За 26 декабря в области произошло 34 серьезных ДТП В которых пострадало 7 человек За непредоставление преимущества в движении пешеходам Задержано 82 водителя А сегодня в Ульяновске легковой автомобиль Сбил пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте Происшествие случилось сутром 26 декабря На территории Заволжской промзоны По информации очевидцев, скорее всего К ДТП причастен автомобиль марки Вольво Автобусы Ульяновска в новогоднюю ночь будут ходить до 2 часов После окончания праздничных мероприятий От остановок Драмтеатр и ДК Губернаторский Пассажиров развезут 9 трамваев 2U и 4R Интервал движения на них составит около 30 минут Два троллейбуса 12 маршрута Краснопролетарская парк отдыха Прибрежный Будут ходить с интервалом 45 минут до 2 часов ночи По информации Управления дорожного хозяйства и транспорт Администрации Ульяновска В новогоднюю ночь, а также с 1 по 8 января Все трамваи, троллейбусы и автобусы Будут работать в режиме выходного дня 37-ю годовщину ввода советских войск в Афганистан Вспоминали сегодня во всех бывших республиках СССР Компания оказания помощи законному правительству Соседней республики затянулась на 10 лет И закончилась выводом советских войск После чего руководство Афганистана фактически проиграло борьбу с мятежниками за свой народ Не могло стабилизировать обстановку в стране Хотя располагало трехтысячными военными формированиями Более 15 тысяч человек Печальный список потерь советских вооруженных сил в борьбе с маджахедами Которых финансово поддерживали из Соединенных Штатов Печально известный после событий 11 сентября 2001 года Усама бен Ладен был как раз одним из полевых командиров Сражавшийся против законного правительства Демократической республики Афганистан В настоящее время ограниченный контингент советских войск в Афганистане Под командованием генерал-лейтенанта Юрия Тухаринова Занимает ключевые районы страны Совместно с афганской армией Берет под охрану административные центры Аэродромы Важные объекты И основные автомагистрали Афганистана Несмотря на то, что мировая общественность Расходится во мнениях Насчет правильности принятых решений Никто не отрицает, что это событие стало Настоящей трагедией А последовавшая за ним война Унесла и искалечила множество жизней У нас сегодня траурная дата Для нас, для участников боевых действий в Афганистане 38 лет тому назад Наши войска перешли границу И вошли на территории Афганистана Республики выполнять Поставим задачу нашим правительствам На самом деле у нас Не только то, что траурно Мы уже каждый год сюда приходим 27-го числа И поминаем наших боевых братьев Которые не вернулись в поле сражений В митинге приняли участие Глава города Ульяновска Сергей Панчин Депутаты городской думы Ветераны боевых действий Представители общественных организаций И жители областного центра Начать заниматься спортом Больше времени уделять своему здоровью И уходу за собой Как правило планируем мы то или иное начинание С ближайшего понедельника Или с Нового года Только зачастую это так и остается Невыполнимой миссией Программа «Будь здоров» Напоминает телезрителям о том Что важно заботиться о себе здесь и сейчас И в преддверии Нового года Делиться секретами здоровья и красоты Древневосточной медицины Аюрведы Натуральный состав – залог здоровья И что такое диначарие? Безусловно, в аюрведической медицине Целый раздел посвящается косметологии Уходу за всем телом Называется он диначарие И он предписывает ежедневный уход Не только за кожей Как за основным и самым большим органом чувств Но и со всеми остальными нашими анализаторами Глазками, носом, полостью рта Ушами и так далее И для этого в аюрведической медицине Используются только натуральные средства Красота волос – масла против жесткой воды Масла, натуральные именно масла Особенно холодные, воджимы Обладают противоположным в воде свойствами Они очень хорошо увлажняют нашу кожу Самым сильным увлажняющим свойством Обладают кунжутное масло Масло сладкого миндаля И масло макадамия Практически все эти масла Используются в уходе за волосами Поскольку волосы являются продолжением нашего тела То мы собственно и должны использовать их в уходе Но не секрет, что все индианки обладают замечательными волосами То есть очень густыми, блестящими Как раз вот таким красивым шевелюром Они и обязаны по сути дела натуральным маслам Который они используют в ежедневном уходе за своим телом Свободное дыхание и защита от вирусов Аюрведа поможет Сейчас зима Мы с вами живем в резкоконтинентальном климате То есть очень сильно ощущаем на себе перепады температур Находимся в помещениях с отоплением, которое высушивает воздух И кожа подвергается дополнительному стрессу Поэтому для того, чтобы защитить не только кожу, но и слизистые Мы опять будем использовать наше любимое масло Возьмите себе за правило Каждое утро перед выходом на работу Закапывать в нос несколько капелек кунжутного чистого масла Холодного отжима Оно обладает очень большой текучестью Оно практически через несколько секунд растекается по всей поверхности пазух Носовых И образует очень тоненькую пленочку Которая в течение дня будет защищать вас от проникновения вирусов, бактерий Также в выпуске Итоги года здравоохранения Чем запомнился 2016-й Смотрите новогодний выпуск программы «Будь здоров» на репортере 73 С 1 января в России вступает в силу законодательный запрет на звонки Угрозы и преследования финансовых должников со стороны коллекторских агентств Не зарегистрированных в специальном реестре, сообщает новая газета Кроме того, закон окладывает ограничения на контакты взыскателей Спраштрафившими оплату тому или иному банку Что, по мнению сотрудников ведущих российских компаний, занимающихся коллекторской деятельностью Приведет к резкому росту судебных исков кредиторов к должникам И просто завалит всю судебную систему Плохо для взыскателя, но и не так хорошо для должника, как кажется, считают эксперты Переведенное в плоскость судебного разбирательства, дело будет обязано подойти к логическому завершению То есть принудительному исполнению решения суда А оно в подавляющем большинстве случаев будет не в пользу просрочивших выплаты Закон неоднозначный, с одной стороны он был нужен, потому что до этого момента любая компания могла себя объявить коллекторским агентством Да, у нас есть закон о персональных данных, но все-таки не было никакого контролирующего надзорного органа Закон хорош тем, что выдвигает четкие требования к коллекторам Их деятельность становится абсолютно легальной Для Ульяновской проблемы коллекторского беспредела не пустой звук Именно у нас в начале года произошел шокировавшийся у России случай Коллектор, угрожая должнику, бросил в квартиру последнего бутылку с зажигательной смесью В результате чего серьезно пострадал малолетний ребенок А в сентябре 2016 года коллекторы угрожали взорвать одну из больниц за долги одного медработника Ненормально так подходить к вышибанию долгов, если так это назвать Это не правовой абсолютно путь, если какой-либо работник, независимо там от сферы здравоохранения Или там любая другая организация имеет долг перед банком Соответственно, есть правовые механизмы, как этот долг истребовать А подобные вымогательства фактически и шантажирование, в данном случае, лечебного учреждения Я считаю просто некорректными На деле все не так спокойно и красиво, как пытаются представить работающие с коллекторами юристы Несмотря на то, что доля серых и черных коллекторов оценивается всего в 10% От общего числа взыскателей, действующих на рынке Можно смело утверждать, что эта цифра является явно заниженной Миф о престижности вузовского образования и особой исключительности Некоторых отраслей экономики и народного хозяйства в постсоветские годы Привел к значительным перекосам на рынке труда Тогда для юристов, адвокатов и бухгалтеров-экономистов не оказалось рабочих мест Как сегодня найти высокооплачиваемую работу? Кто кого и где ждет, что предлагает социальный пакет? И какой работодатель нужен сотрудникам? Новый проект телеканала «Репортер 73» «Проф и я хочу работать» смотрите каждые понедельник и среду в 18.30 Реалии перестроечного периода вычеркнули из списка популярных профессий Инженеров, техников, одним словом всех тех, на ком держалась советская промышленность Заводские цеха пришли в запустение Станки покрылись пылью и тихо доживали свой век Пришло время все изменить Реалии дня сегодняшнего таковы Промышленное производство постепенно возрождается На заводах появляется современное оборудование Да и сами они перестают быть пыльными, промасленными и загазованными Уступая под натиском чистых площадей современного производства А главное, предприятиям не хватает грамотных технарей Профи и я расскажут о рабочих местах в регионе О дефиците специалистов технарей, инженеров нового времени Пора выводить региональную промышленность на новый уровень Все предпосылки для этого есть Сегодня молодые люди, которые еще стоят на распутье И только выбирают жизненный путь Должны знать, вузы и предприятия работают сегодня в жесткой сцепке Без отрыва от производства Не верите? Смотрите! Идите учиться и перенимать опыт Становитесь частью общей перспективы Вместе изобретать, внедрять, творить новое будущее для себя Своей будущей семьи и детей Будущего страны и всего человечества С 28 ноября на телеканале «Репортер 73» Каждый понедельник и среду смотрите программу «Профи и я» И выбирайте правильный путь Обратный отчет До самой главной зимней ночи в году остается меньше недели А праздничные гуляния на Центральной площади уже начались Начиная с субботы, 24 декабря, жителей ждет ежедневная развлекательная программа Представления, дискотека и творческие площадки Чтобы дни ожидания Нового года прилетели незаметно, весело и беззаботно Праздник становится ближе с каждым вспыхнувшим огоньком новогодней иллюминации В этом году Центральная городская площадь преобразилась не хуже столичных Световые потолки, огромные фигуры, живые ели, арки Ульяновцам такое оформление по душе Вот такое оно, обыкновенное чудо в необыкновенном городе Хорошо Нам понравилось, нам обновили резиденцию Мороза Вот хотим маленького сводить Ждем, когда зажгут елку и салют А главное, этот первый Новый год для нашего малыша Перед Новым годом принято подводить итоги Стали известны результаты конкурса «Новогодняя столица Ульяновской области» Старомаинский район в 2017-м станет центральной площадкой новогодних событий И заметно преобразится к празднику А каким был 2016-й для Ульяновска? Многие, не задумываясь, отвечают Сложным, но интересным И надеются, что год грядущий будет только лучше С наступающим Новым годом! Счастья, процветания И, конечно, успехов вам, вашим семьям и вашим коллективам С наступающим праздником Новым 2017-м годом! Я считаю, что это самый красивый, сказочный праздник для нас И мы всегда ждем с надеждой в будущее Что мы будем лучше жить Что все у нас будет хорошо Чтобы все были здоровы, богаты И жизнь наша будет намного лучше, чем в прежнем году Поздравления и пожелания, танцы у сцены, катание с горки Ярмарочная площадка и горячий чай Чтобы не замерзнуть в ожидании главного чуда В этом году праздничный салют вспыхнет не только в новогоднюю ночь Раз, два, три, елочка, гори! Ой, ну все, нам понравилось Нарвались обратно в детство Да, как в детстве, на самом деле На шаг впереди Встречать Новый год по местному времени Начнем в 23.30 на Центральной площади А в 0 часов 55 минут Услышим новогоднее поздравление президента Ексерина Мазуряк, Олег Тоньшин, репортер 73 Новогодние корпоративы в ресторане Good Lunch Бронирование 73-22-88 Центр языков и культур Ульяновского государственного педагогического университета Приглашает всех желающих на курсы английского, немецкого, французского, испанского, японского и китайского языков В нашем центре вы получите качественную языковую подготовку Занятия в центре проводят преподаватели факультета иностранных языков Ульяновского государственного педагогического университета Одной из старейших языковых школ по Волжье Преподаватели центра помогут слушателям подготовиться к сдаче единого государственного экзамена Международных экзаменов по английскому и немецкому языкам Пройдя подготовку в школе французского языка Желающие смогут сдать международный экзамен Дельф во французском ресурсном центре нашего университета С центром языков и культур Ульяновского государственного педагогического университета Обучение будет успешным и приятным И вы будете чувствовать себя уверенно в любом уголке мира Подробности по телефонам 44 30 73 и 44 30 69 Профессиональный тренерский состав, индивидуальные занятия, новейшая система очистки и подогрева воды А также лояльные цены Все это бассейн Буревестник Шесть 25-метровых дорожек способны одновременно принять до 70 человек А самое главное, посетить Буревестник каждый желающий может в любое время года Проведи свое спортивное лето вместе с Буревестником На базе комплекса открылся новый фитнес-зал Где под руководством опытных тренеров добиться желаемой фигуры получится в самые сжатые сроки Также Буревестник предлагает посетителям акции на выгодных условиях В настоящий момент действуют акции Кто возьмет абонемент на два месяца, получит пять сеансов массажа до конца года бесплатно Телефон для справок 44 02 85 Буревестник. Быть первым, быть лучшим Левушкино студио. Стиль, актуальность, креатив Здесь открываются новые горизонты парикмахерского искусства Команда профессионалов, асов своего дела поможет создать идеальный образ на каждый день Или запоминающийся для торжественных событий Постоянное обучение новым методикам окрашивания и техникам стрижек Тематические дни для любимых клиентов В Левушкино студио сделают все, чтобы вам хотелось вернуться сюда вновь Профессиональный уход, актуальный цвет, эффектные стрижки и укладки А также моделирование и окрашивание бровей, маникюр Левушкино студио меняет образ и дарит радость Улица Пушкинская, 4А, телефон 70-09-49 В завершении выпуска важная информация от репортера 73 Запомните телефон рекламного отдела 30-41-73 Здесь есть все От рекламных роликов, сюжетов до объявлений и бегущей строки Звоните 30-41-73 И вы в эфире И это все на сегодня Делайте новости вместе с нами Звоните 30-40-73 Читайте и смотрите www.reporter73.tv Реальность сама складывает картину дня Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok